так друзья мои мы сегодня с вами идем магазин который называется костка этот магазин горячо любим многими канадцами и американцами в америке он вообще совершенно огромный у нас он такой у нас он немножко по попроще труба пониже дым пожиже что называется но тоже довольно большой магазин у кого-то я наезжаю что ли кто мне вебикает никого там нету за фигня я просто пытаюсь ровно запарковаться они думают что я уезжаю но на самом деле значит я не представляю я знаю блогеров которые вот я вижу смотрю на них и вижу как они драйвают машину и снимают я вообще не представляю как это возможно запарковаться пытаюсь не могу с телефоном у меня болтается и крутится мне неслыханно повезло я нашла парку сразу обычно в этот магазин чтобы запарковаться нужно наверное минут 10-15 но нет я привлечиваю на минут 5 ездить по парковке чтобы чтобы запарковаться чтобы найти место потому что желающих здесь сделать шоппинг всегда навалом в любое время дня ночью он закрыт вот я хотел так поснимать парковку сначала показать какой она полная как здесь много машину быстро нашла место поэтому мы сегодня идем вот так вот он называется костка может быть вы слышали это магазин прям такой знаете его можно любить или ненавидеть потому что в этом магазине можно купить все начиная от от колес и конча бриллиантами вы представляете ну и конечно же еду и конечно же немножко одежду и электротовары но в общем короче это такой клубный магазин в нем продаются и в общем чтобы делать покупки нужно иметь карту этого магазина или кредитную или карточку члену как это магазин который стоит денег не помню сколько там по моему долларов 60 на год или премиум карта карта по моему 120 я честно говоря не помню мы платим каждый год хожу я сюда редко раньше мы ходили сюда очень часто сейчас я тоже редко потому что пистолете тележек нету блин вот так вот так вот прыгают уже нету тележек вот так вот такой конечно здесь не будет я даже не уверена если снимаетесь потому что столько народу они все бегут с тележками надо меня вернуться и взять тележку так ладно короче я вернулась на место парковки взяла тележку отсюда обычно они стоят входа на народ так много что не успевают привести дверям ну вот представляете тележек нету в общем короче в этом магазине всегда в полпотворении всегда считается что покупки мне улучшаются очень выгодно я бы поспорила с этим есть вещи действительно которые выгодно покупать есть вещи которые нет я не знаю если вы меня слышите у меня гремит тележка я еще пришла сюда потому что здесь вот весной продаются всякие плиточки кустики перед сон плачевный вид моего бахьярда вы видели мой фронт яд выглядит не менее плачевный я хочу его немножко благородить и приехала посмотреть какие здесь есть растения так у входа нужно показывать карточку свою иначе вас сюда не пустят а даже если случайно вы пройдете то вы не сможете заплатить так обычно у входа стоят вещи которые здесь на распродаже ну вот например люстры по 100 долларов очень симпатичные было 150 какие-то лампочки что-то для бахьярда что-то для ванны видите здесь продается абсолютно все в том числе еда конечно это какая-то штуковина интересно что это такое а это чтобы отгонять отгонять комаров вернее чтобы их ловить и чтобы они вас в общем не кусали короче 160 долларов она стоит на селе а стоило 200 в общем вот такая вот всякая дрюль пылесос дайсон между прочим на селе тоже стоила 979 сейчас стоит 829 это цена за дайсон у нас дайсон и очень дорогие хороший такой кухонный комбайн кузинар 250 сейчас стоит 200 хорошим в общем всяко разное тут всяко всяко вот здесь продается компьютеры вот видите компьютеры всякие наушники сначала я пойду здесь в этот в отдел где на улицу пойдут эти цветочки потому что с ними если вы вот сейчас наберу я что-то в телегу а потом на улице я не смогу выйти вот пожалуйста давайте посмотрим бриллианты а потом уже за цветочками пойдем так и что тут у нас есть видно плохо 3000 бриллиантовый пулун 10 тысяч вот такое бриллиантовое кольцо 9000 очень много такие вот дорогие бриллианты и противом такие маленькие таки довольно траки бриллианты за довольно хорошую цену самый дорогой наверное а вот за 13000 12 999 большой да кроме этого здесь есть другие украшения мне между прочим есть гифт партию да девочки мне подарили я все смотрел какие-то украшения в принципе хотела купить здесь такое все знаете вот вот эти сережки мне нравится как вы думаете 369 долларов они стоят золотые с перламутром очень симпатичные весельки такие у меня такие есть весельки вот жемчужинки такие за 299 классические белые золотые с часы также продаются смотрите место ущипет самое голова версус и венверсачи как-то отсвечивает он нам плохо видно вот самые дорогие вот эти вот фирогамы за 389 доллар самые фирменные даже фирогамы здесь можно представлять а вот нет ничего такого хотелось это золотое себе купить за за тот деньги что мне девчонки подарили гифт карте я нечегошечку мая целига с моей сумкой вот тут еще и степени камушки маленьких все колхозные это я не знаю ничего не нравится ничего не дешевые вообще колхозные не очень это тоже здесь брюлики все очень дорого вот тоже бриллианты 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 жемчуга вот черный жемчуг сережка симпатичный 500 долларов я как-то к жемчугам в общем единственное которое мне понравились это вот эти вот весельки перламутром но у меня есть как бы похоже что-то так ну что пока мы будем идти видите здесь продается одежда пока мы идем в отдел с цветочками здесь продается также одежда для взрослых для детей шорты кроссовки вот такие шортики можно купить на каждый день такой одежды из супермаркета что называется шорты кстати неплохие они такие мягенькие резина 18 долларов они стоят мы сейчас вернемся сюда пойдем сначала цветочки мы с вами выходим на улицу здесь видите какие красивые есть вот такие вот горшки с цветами принято у нас ставить у входа в дом но они уже и подорожали 45 баксов вот такой большой горшок нифига себе нет уж я что-нибудь найду подешевле а вон даже 59 и здесь давно не была прошлом летом я здесь не покупала растения поэтому я не знала какие-нибудь сейчас цены вот посмотрите какие красивые большие круглые горшки но они стоят 60 аж 60 долларов я обычно беру вот такой маленький стоит 1899 эти по 2 посмотрим какие они вот такой вот круглый видите много всяких у нас принято передо мной как выставить что принято не выникли не обязаны мне что вообще ничего не станет не тратить на эту бунду но ну как-то вот все соседи вокруг выставляют такие горшки как-то неудобно не то что неудобно ну как бы так короче принято принято у нас видите как много разных всяких всякие разные как не знаю посмотрим здесь не только цветы здесь видите есть вот такие растения будет какая елочка хорошенько 29 долларов они стоят там всякие деревья такие вот такие елки разные вот это вот типа наших кусты которые у нас погибли кустики розовые кусты много кустов а я хотела такие вот видите 28 долларов 24 такие смешные так вот он могут расти вот такой тоже типа наших туй только совсем маленькие 29 долларов стоит вот такой вот кустик но это не совсем туя это ведь вот такое растение а вон наш вот такая малюсенькая тюрька стоит 300 долларов нет а нет 18 вот такая маленькая 18 совсем маленькая представляете чтобы она выросла до того размера который у нас был мы наверно не увидим этого при нашей жизни так я хотела вот какие-то вот такие вот знаете не цветы а именно вот такие растения как цветочками у нас не задалось ничего не купила потому что я искала знаете здесь такие растения не которые не надо каждый год посаживать они вы их посадили и они у вас каждый год сами вырастают их не надо каждый год сажать есть такие кустики зеленые в общем я искала такие но я не нашла нету здесь или раскопили или не привезли тогда что это другой магазин у меня они были но даже как-то они у меня тоже что-то не очень росли я в 1 час пустом 4 растет 2 не очень поэтому я хотел купить еще на нету здесь и значит здесь вот пожалуйста продается дофига всякой мебель продается пожалуйста кресла за 500 долларов искусственное дерево какие-то еще еще не понимаю что это огромнейший совершенно зонт на бакляр который стоит 850 вот такой вот зонтища под которым может разместиться большой стол вот это кстати классная штука видите какой он большой он делает тень лежаки ого 240 такие всякие в общем мебель на бухьяр вот такая вот целая зима 1900 так кричу включат дети мебель для бухьярда сарайчик для бухьярда вот всякие какие-то кресла ну как всегда у нас наиболее самая большая стабильность моих моих видео это кричащие дети вот такая вот такая целая печка можно купить ее на баклеар поставить здесь кстати вот эти помидоры я очень люблю с удовольствием их ем я их возьму они стоят 7 долларов вот такая вот коробка 2 паунда почти килограмм хорошая мебель конечно такая на баклеаре я иду за мясом на самом деле куриные куриные грудки здесь очень симпатичные и недорого стоят мы всегда их покупаем пока что я вам показываю всякие диваны великаны которые которые тоже для улицы вот такие кресла со столиком боже какой они удобные уютные вот такие вот это тоже на улицу да потому что они металлические стоит 900 долларов такой набор и вот какой стул симпатичный стоит 80 долларов он как он мне нравится тяжелый такой деревянный он складной видите он складывается прикольный стульчик вот эти вот горшки такие пластиковые для цветов видите вот так вот он ставит вот такой цветочек ставят в горшок и ставят вот так вот или вот такой вот длинный длина не стоит 70 тоже не дорого а вот этот 25 это кстати израильская компания Кетер вот они продают у нас кост израильскую пластмассу вот так красиво конечно 70 долларов не так уж и страшно симпатичные горшки надо подумать надо подумать видите тетечка нагрузила полную тележку цветов они у нее свисаются вот это в кресло красные полную телегу цветов люди грузят и потом засаживают весь свой участок но эти цветы на один год вот они не дешево стоят но они в принципе у вас я цвету стулья всякие так идем тут мясо мне нужно мясо куриной грудью у меня их дети мои очень уважаются так что у нас здесь есть рыба это кто это в самом теле это лосось 2 лосося 22,74 стоит вот такая вот штука а вообще он стоит 35 долларов за за килограмм но это ванк это дикий это который выловлен не с термой а типа лосося в природе вот такие у нас тут продаются красавцы 35 долларов всего лишь что можно 32 доллара за килограмм стоит вот такая вот такая зверюга а это их же хвосты они стоят уже 70 долларов за килограмм вот такая вот набор 56 долларов стоит 1,2,3,4,5 5 хвостиков и вот к ним от них же и я пришла в мясо но залипла на морских продуктах лешние от них же 30 долларов за килограмм вот такие вот кстати я вам еще покажу что у нас здесь есть но я не буду снимать все виду потому что я не думаю что вам уж так это интересно ойстерс пасифик свежий пасификский ойстер как это по-русски не знаю не помню что хотите я могу назвать на любых языках но по-русски не могу вспомнить 5,28 за килограмм видите они дешевые эти ракушки но у них и есть то нечего так еще какая-то рыбина стейк из кальмара 16 долларов за кило немного кстати всякие спинки рыбьи филе такие разные всякие есть вот такие вот прямо с глазами с губами ой я не люблю это так а я пойду в мясо вот мои кириновые груди которые мы покупаем 15 долларов за килограмм я беру две потому что мои дети очень их любят вот такая вот упаковка большая стоит 30 31 доллар здесь два килограмма 14 до 15 за килограмм я забыла вам сказать что в этом магазине все продается огромными совершенно невероятно огромными упаковками считается что та большая упаковка вы платите меньше потому что в деньгах вы платите больше но за килограмм у вас какие-то они растаявшие так проблема выбора какую коробку схватить так две такие возьмем короче в принципе в деньгах вы сразу платите много но получается что за килограмм получается дешевле но это тоже относительно спорное очень спорное утверждение потому что по-разному здесь есть вещи которые действительно дешевле есть вещи которые не очень-то и дешевле получается несмотря на огромные упаковки а честно вам сказать у нас в доме огромные упаковки вот кроме вот этих вот рыбы и вот этих вот курин куриных грудок но рыбу я не стала братьевать потому что у нас есть мы только-только сделали так вот упаковка например куриных ног 24 стоит доллара а 1150 за килограмм ну это огромное я не знаю у меня столько нет места в морозилке чтобы это все чтобы это все держать честно там здесь вообще много мяса я такое покупаю базовое потому что я в нем понимаю что это а вообще вот здесь есть много разного мяса покупает покупает муж вот свинные например стейки стоит 9 долларов за килограмм самое тешевое наверное мясо которое у нас есть это свинные свинные стейки вот такие есть туши боже мой что это кто это биф да говядина 85 долларов вот такая вот бр прямо неприятно вот пойдемте на сладенькое посмотрим чем на мясо ну в общем короче здесь сладенькое продается здесь будут все кексы булочки хлеб хороший вкусный дешевые относительно торты что-то торты я не вижу здесь обычно бывает много прямо от мяса и такие вкусные очень будут а вон торты вот видите каким-то с клубникой потрясающе вкусно это по-моему чисткинг да ну чисткинг ну не знаете да потом торт шоколадный торт ванильный или тирамису нет это тирамису старший окей в общем мы только на это посмотрели и уходим всякие выглядит бараночки ой вот это вкусно вот уж как вкусно девочки но ручки наши загребущие а покупать мы это ничего не будем чернюхи разные эх так здесь еще продаются такие полуготовая еда салаты всякие полуфабрикаты возможно можно сказать уже почти готовые только можно смешать и лазить за порез так сыр здесь вот это еда сыр я не буду покупать они жирные много калорийные я очень люблю сыр поэтому когда он есть дома я просто его употребляю в невероятных количествах так этот сыр на селе это такая намазка творожная можно сказать стоил 10 сейчас 8 вот вот этот сыр бри стоит 11 долларов вот за такую вот большую вот хорошую шутка брак что еще 11 долларов стоит две вот такие вот gold cheese козлиный сыр убейте меня не могу вспомнить название девочки так это какие-то разные тоже такие вот разные сыры в общем ничего не берем это тоже бри на селе вместо 10 8 а это он стоит вместо 10 8 я вам на этот показала нет видите вот такая вот коробочка и в ней вот такой сыр оставили похода раза жирный так вот это мой сын очень любит я это для него покупаю это майонез это знаете картофельный салат он видите стоил 15 сейчас он 12 это ужасный для могу подцепить ужасная вещь для человека который хочет похудеть но я это не ем это видите картошка морковка селари и много-много майонеза 1000 калорий на 100 грамм но я это беру не для себя не для себя у меня сыночка любит а он худой здоровый такой накачанный у него бицепс ему как бы можно он вообще ест всякое все что угодно так авокадо у меня муж купит что мне надо еще а ну собственно по-моему все мне надо было я купила купила просто вожу вас показываю вот эти яблоки здесь продаются в таких больших мешках я очень люблю зеленые яблоки а здесь зеленых яблок нету вот получается вот такие яблоки 11 долларов за мешок а уж у картошки не надо значит получается 227 за килограмм правильно да ананасы 450 штука мандарины 227 за килограмм нужно африканские а это тоже они ждали так здесь всякие салаты овощи ягоды спарагус дешевый 5,99 взять что ли так он у нас довольно дорогой возьму спарагус я люблю овощи здесь много ягод было раньше я что-то сейчас вот смотрите селандра это петрушка вот таким вот большим мешком это кабачки морковочка маленькая вот такая симпатичная таким тоже мешком стоит 6 долларов да ну не буду морковку я хотела ягоды клубнику но клубники нету представлять черника есть но она очень дорогая здесь какая-то аргеник здесь салаты такие полу готовые я не люблю их а вот здесь есть вот клубника написано страболь 6,99 а где она а вот кажется разобрали однако разобрали однако грибы люблю грибы очень грибы куплю вот такие вот вот такая вот коробка стоит 6 долларов клубники нету представляете разобрали этикетка висит коробки пустые стоят а самой клубники нету сейчас я иду за картошкой опять девочки который раз который влог я иду за картошкой потому что мои дети любят картошку жареную естественно потомки мамаша выходца из Беларуси и здесь она подешевле и качественно хорошая морковку можно купить вот такой вот мешок я не знаю что с ней сделать представляете 4,5 килограмма 10 долларов да это в промышленных количествах я бы сказала еще я люблю вот такие маленькие огурчики маленькие-маленькие я их просто ем когда мне хочется кушать они у меня как закуска я их просто мою и грызу это я все здесь что пытаюсь похудеть сказать чтобы я чтобы мои попытки венчались успехом то нет короче картошку можно купить вот такой мешок огромный в котором 6 почти 7 кило а можно купить вот такой в котором 2,27 она чуть-чуть подороже но я покупаю такую потому что у меня такой большой вот такой вот 7 килограмм знаете даже мои дети только они съедят поэтому я покупаю вот такую красненькую вы знаете я наверное передумала я возьму вот этот здесь по-моему здесь 4,5 килограмма не 7 мешок не такой большой стоит она тоже мне очень дорого и она очень хорошая вот такая вот желтенькая золотая картошечка просто этот все-таки мне как-то маловато будет так здесь еще продаются всякие например клюшки для гольфа перчатки вот кстати у меня сын играет в гольф может ему нужны такие перчатки не знаю я его спрошу мячики для гольфа книги настоящие книжки ну это для детей а есть там с той стороны книжки для взрослых реально книги вот представляете где-то еще до сих пор продают книги всякие рандомные вещи типа вот какая-то вот а покрывало для для гриля вот такая вот машинка детская игрушечная всякие игрушки разные ну продуктов здесь очень много я просто вас не водила и все вам не показывала потому что это видео будет на два часа если я вам буду здесь абсолютно есть все абсолютно все продукты практически которые вам могут пригодиться и понадобятся приправы все что угодно а вот посмотрите какие красивые чашки мне они прям очень нравятся они стоили 25 и сейчас они стоят 20 долларов набор чашек боже какие они прелестные я наверное не удержусь посмотрите какие они куевые как я люблю такие чашки у нас очень много чашек но мне они очень нравятся видите вот их разные они разные разные все чашки разные класс мы вернулись с вами в одежду как я вам и обещала здесь самые самые базовые вещи продают типа вот футболки кстати неплохие это для занятия спортом там две вот такие футболки стоят 18 долларов видите вот такие симпатичные есть такие синие и серые а есть вот такой морской волны и вот такой вот рубчик есть черные в общем симпатичные а есть еще розовенькие прелесть какая я заделала спортсменкой вернее не спортсменкой а этим джогером здесь хожу теперь вот такие есть футболки тоже спортивные по-моему да два цвета стоят 22 сейчас 16 долларов две футболки экстра ларч размер тоже для занятий спортом посмотрите здесь мой размерчик кроме всего прочего здесь продается неимоверное количество всякая зубная паста зубные щетки шампунь средства для мытья тела кремы крема не знаю как правильно видите все продается в больших количествах вот упаковка сразу две банки углевод в общем все в больших упаковках и по мну за счет этого считается что все здесь дешевле вот пожалуйста здесь даже клиник продается здесь даже продается клиник видите в какой коробке что же это такое какой-то увлажняющий кремчик что 35 долларов стоит это немного вот какие-то капсулы вообще что только не хотите вот бритва бритвы с лезвия ножи даже какие-то какие вот это кирпланд это их карбофирма которая производит именно для костка продукцию называется кирпл но это в принципе довольно неплохой бренд просто они больше нигде не продаются кроме как костка здесь продаются таблетки всякие лекарства витамины здесь вообще вот есть аптека вот 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 самые такие базовые болеутоляющие адвил вот есть эти обычные а есть вот эти вот кирпландовские их фирменные какие-то капсулы в общем тоже лекарства всякие таблетки которые без рецепта можно купить вот всякие для для суставов для того для всего ну в общем аспирин таллинов вот такими вот большими вот такими вот коробками если честно у него тоже есть срок годности правда же сколько штук 390 таблеток я не знаю сколько времени надо чтобы его выпить чтобы он вышел чтобы свободности не кончился вы же не пьете его каждый день вот в отличие от витаминов например ну люди покупают вы знаете здесь есть касса самообслуживания я пойду туда потому что мне ничего взвешивать не надо вот есть касса обычная а есть касса самообслуживания у меня все такое все что можно сканать ничего не надо взвешивать поэтому я думаю что я вполне вполне самообслуживание смогу еще здесь продается еда вот если вы очень проголодались шополичи то шополичи то здесь можно купить мороженое сосиску булку в сосиске картошку жареную пиццу была раньше да еще спицца есть здесь же можно посидеть и поесть вот прямо здесь вот такой фудкорт напитки в общем народ довольно активно кушает как вы видите уставши наверное от шопинга решили перекусить а мы идем на выход ну что ж короче что я купила картошку аспарагус картофельный салат не для себя маленькие огурчики помидоры две упаковки грудки курины грибы чашки не удержалась купила себе шорты потому что и купила себе спортивные майки чтобы в них ходить в общем ничего сайте лешка оставила 184 доллара девочки цена вот 184 80 вот такие вот у нас цены представляете заходишь пустой практически ничего не купила а заплатила много почти 200 баксов теперь знаете в чем самая большая проблема найти машину парковка огромная я не помню где запарковалась посмотрите сколько здесь машин надо найти мой ряд я так обрадовалась что я нашла паркинг быстро что я даже не заметила в каком ряду я остановилась а вы сейчас будете бегать искать свою машину представляете нашла почти сразу такую дачу я не ожидала я думала что я сейчас буду посмотреть какая парковка огромная огромная я думала что я сейчас буду по этому паркингу бегать искать искать полчаса машину так я надеюсь мне в багажнике здесь место не завалено так все нормально хватит мне места для моих продуктов машина нашла шофтинг совершила отлично так все загрузила тележку отвезла главную машину быстро нашла я так рада вы не представляете можно ехать домой ой я надеюсь девочки вам понравилось я надеюсь вам было интересно мое видео ой забыла я надеюсь что мы вскоре со всем с вами встретимся в новом видео на сегодня все вот такой мы с вами сделали шопинг на сегодня все всем привет из Канады увидимся совсем скоро пока пока бай